А теперь ситуации на фронте. За прошлые сутки там произошло 96 боевых столкновений. Российские агрессоры совершили 110 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня. Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генштаба Вооруженных сил Украины. Наиболее напряженной остается ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. В районе Новомихайловки Донецкой области враг 25 раз пытался прорвать украинскую оборону. Помимо того, бойцы ВСУ отразили 8 атак противника вблизи Красногоровки, Георгиевки Победы. На Лиманском направлении удалось остановить 6 вражеских атак и еще 9 атак на Бахмутском. В то же время авиация сил обороны эффективно нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска поразили 2 района концентрации сил и 1 пункт управления, а также наземную станцию управления БПЛА «Россиян». Силы обороны продолжают активно уничтожать авиацию противника. Сегодня украинские военные ликвидировали вражеский Су-34 на восточном направлении. Об этом сообщил командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Лещук. Напомню, на днях также оккупационная армия потеряла самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. За все время полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила 339 воздушных суден противника. А теперь о потерях российской оккупационной армии. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 850 российских солдат. В генштабе ВСУ сообщает, что армия РФ потеряла один танк, 16 боевых бронированных машин и 16 арт-систем. Силы противовоздушной обороны сбили 22 вражеских беспилотника и две крылатые ракеты. Также удары украинской армии лишили противника 8 единиц специальной техники и 28 автомобилей и цистерн с топливом.